На месте снесенных в Самаре киосков появятся клумбы, детские площадки или скверы. Сегодня прошла спецоперация по сносу незаконно установленных павильонов в Октябрьском и Промышленном районах. Объекты стояли на территории, которую благоустраивает по программе «Комфортная городская среда». За операцией наблюдала наша съемочная группа. Чтобы дойти до поликлиники, жителям приходилось идти по разбитой дороге мимо незаконно установленных киосков. В рамках программы «Комфортная городская среда» они голосовали за то, чтобы этой территории на улице Челюскинцев стало комфортной. Очень неудобный тротуар, который деформировался со временем. Здесь подпорная стена, которая рядом с поликлиникой будет отремонтирована. Будут разбиты клумбы, газоны. Здесь будет очень красивое место. От несносных построек власти решили избавиться. Правда, перед этим предупредили всех владельцев. Они вывозят объект собственными силами. Если это сделает подрядная организация, то киоски отправят на хранение. И собственник заберет имущество лишь после административного разбирательства и возмещения убытков. Только в прошлом году в черном списке Самары было 334 незаконных объекта. Операция по ликвидации торговых павильонов, признанных самостроем, продолжается. Без них, как рассчитывают власть, и жители в город, должен стать не только привлекательнее, но и безопаснее. Мы долго ждали. Здесь просто не вносимо было жить нам. Чем они мешали? Чем мешали. Здесь и распивали спиртные напитки, сидели на крыльце, распивая. И дети ходят здесь, здесь еще в школу ходят. После чемпионата мира работы наши не приостановились. Как видите, общественность не сидит дома. На заседании Координационного совета определяем месячные свои работы. И, как в данной ситуации, выявляем по киоскам, по гаражам, ведем работы. Со следующей недели начнут благоустраивать улицы Челюскинцев в границах улицы Новосадовая и проспекта Ленина по нечетной стороне. Проект «Комфортная городская среда» под личным контролем у главы региона. По его поручению в области все работы на всех объектах должны завершиться уже к первому сентября. Татьяна Пудова, Новости губернии.